МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недаром же его называют чумой 21 века. В чем, на ваш взгляд, главные причины превращения заболеваемости диабетом в эпидемию? Действительно, значительно возросло число людей с сахарным диабетом. Заболеваемость растет абсолютно во всем мире. Основные причины – это, конечно, снижение двигательной активности, изменение питания в худшую сторону. То есть снижение здорового образа жизни, если можно так выразиться, способствует появлению сахарного диабета и росту заболеваемости. Диабет – единственное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти, наоборот, возрастает, не снижается. Чем это можно объяснить? Да, все дело в том, что, конечно, люди с сахарным диабетом подвержены значительным рискам осложнения этого заболевания. И в первую очередь это сердечно-сосудистая патология, которая значительно сокращает и продолжительность жизни, и, в общем-то, приводит к пород преждевременной смертности пациентов и сопровождается, соответственно, другими опасными состояниями. К сожалению, рост заболеваемости сахарного диабета и то, что связано с поздней диагностикой, приводит к тому, что заболеваемость, возникновение вот этих сопутствующих состояний среди пациентов с сахарным диабетом достаточно высока. И, соответственно, да, это приводит к таким неблагоприятным последствиям. Ну, у диабета, как известно, два типа. Первый и второй. Чем они отличаются друг от друга и как проявляются? Сахарный диабет первого типа – это так называемый инсулинозависимый сахарный диабет. И основным, в общем-то, отличием этой формы диабета является необходимость постоянных инъекций инсулина под контролем показателей глюкозы. Но в действительности сахарный диабет второго типа, хоть он и раньше назывался инсулинозависимый диабет, на сегодняшний день очень многие пациенты с этим диагнозом, им требуется тоже проведение инсулинотерапии. И, в общем-то, все то, что и характерно для диабета первого типа. Но, наверное, основным отличием диабета второго типа является возраст появления, возраст постановки диагноза, потому что сахарный диабет второго типа диагностируется в основном практически во всех случаях у взрослых людей. У детей тоже бывает сахарный диабет второго типа, но он встречается довольно редко. И наоборот, сахарный диабет первого типа более характерен для детского возраста, где он является основной превалирующей формой. Кроме того, для сахарного диабета второго типа характерно наличие, как правило, диабет второго типа сопровождается ожирением у людей, и, в общем-то, часто диагностируется уже при наличии, даже при наличии осложнений. То есть можно сказать, что при диабете второго типа есть проблема несвоевременной диагностики, то есть не вовремя выявляются повышения уровня глюкозы, и бессимптомно уже формируются осложнения. Диабет первого типа характеризуется более острым началом, то есть он, в общем-то, достаточно очевиден для предиагностики, хотя тоже здесь очень важно своевременно диагностировать это заболевание для того, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. Как правило, это проводится уже в специализированных условиях, потому что при диабете первого типа каждый, в общем-то, день, бывает даже каждый час является таким вот критичным для того, чтобы начать лечить и избежать острых осложнений сахарного диабета. А диабет второго типа развивается постепенно, и в этом, в общем-то, его такая очень опасная особенность, потому что мы, как я сказал, не можем, не всегда вовремя диагностируем эту болезнь, и, соответственно, несовременно предпринимаются необходимые лечебные мероприятия. Острое начало при диабете первого типа вы уже назвали. Можем назвать список конкретных симптомов и в первом случае, и во втором? Характерными признаками диабета первого типа является повышенная жажда, учащенное мочеиспускание. Довольно часто люди теряют вес, причем речь может идти о достаточно значительном снижении веса. Другими признаками может быть появление специфического запаха, запаха ацетона изо рта при дыхании, может возникнуть раздражительность. Также бывают тоже не вполне специфические проявления, например, возникновение каких-то инфекционных процессов, часто кожных инфекционных процессов, но нельзя назвать их все-таки таким, отнести к специфическим проявлениям. Ну а сахарный диабет второго типа, как я уже говорил, это болезнь, которая прогрессирует, развивается постепенно. То есть длительное время вообще человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, хотя уже есть признаки повышенного уровня глюкозы. И если болезнь прогрессирует дальше, то есть не выявляется на более ранних стадиях, то в конечном итоге у человека тоже могут появиться такие же признаки, характерные и для диабета первый тип, хотя это бывает при диабете второго типа достаточно редко. Все-таки вот те программы скрининга, которые есть, все-таки настороженность в отношении диабета второго типа позволяет выявлять, ставить этот диагноз до каких-то явных таких серьезных клинических проявлений. А какой опаснее тип? Довольно сложный вопрос. Наверное, нельзя сказать, что один диабет страшнее или хуже другого. То есть мы видим, что, в общем-то, у каждого заболевания есть, у каждого типа диабета есть свои очень, в общем-то, опасные стороны. Каждый раз Всемирный день борьбы с диабетом посвящен определенной теме, и в этом году это доступность к лечению диабетом. Ваших маленьких пациентов какой терапии лечите, какая терапия им нужна, и вообще отмечаете ли вы этот день с ними? Да, непосредственно сейчас проводятся мероприятия, и, в общем-то, и для детей, и для родителей детей с сахарным диабетом, чтобы обратить внимание на эту дату, чтобы, в общем-то, все понимали, что они не одни в борьбе с этой болезнью. И действительно, этот день проводится под гидой доступности медицинской помощи, а точнее говоря, вот конкретно этот год посвящен обучению, то есть обучению для того, чтобы защитить будущее. Здесь речь идет не только об обучении пациентов, родителей детей, здесь речь идет глобально об обучении всего сообщества, которое имеет непосредственно участие в лечении и наблюдении пациентов с диабетом, потому что обучение лежит в основе, в общем-то, контроля, эффективного контроля сахарного диабета. Потому что, безусловно, большую часть времени люди, родители детей, в частности, находятся фактически наедине с этим заболеванием. И очень важно, чтобы они умели справляться с различными ситуациями, которые возникают в жизни. Это ситуация, которая касается питания, это ситуация, которая касается введения инсулина, дозировок инсулина. На сегодняшний день, конечно, очень сильная ситуация в поле лечения сахарного диабета изменилась, но пока еще все инструменты, которые мы имеем, пускай они очень эффективны, все-таки они требуют знаний, они требуют опыта, то есть практических навыков. И неспроста на сегодняшний день проводятся под эгиды обучения, потому что это основной элемент управления, эффективного управления сахарным диабетом. В качестве итога, какие правила безопасности помогут защитить организм для любого человека, защитить организм от заболевания? Здесь, конечно, на первый план выходит правило здорового образа жизни. Да, то есть, конечно, сейчас жизнь такая, что не всегда есть время, не всегда есть возможность, чтобы двигаться, особенно активно двигаться. Да, не всегда есть возможность правильно питаться, но то, что мы видим на сегодняшний день, это, конечно, глобальная эпидемия сахарного диабета. И во многом эта эпидемия как раз связана с вот этими факторами нездорового образа жизни. Поэтому очень важно обратить на это внимание и все-таки по возможности находить время для того, чтобы больше двигаться, находить возможность, чтобы оптимизировать свое питание и привести его в более здоровом. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Лаптев, доктор медицинских наук, заведующий детским отделением сахарного диабета Национального медицинского и исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Продолжение следует...